К другим темам перейдем. В Ридере так и не могут достроить учебный корпус Республиканской специализированной школы-интерната колледжа Олимпийского резерва. Здание простаивает вот уже почти два года. Напомню, что сам объект не раз был замечен в скандалах. При его строительстве было похищено почти 355 миллионных тенге. За коррупцию осудили ранее нескольких чиновников, в том числе из Министерства культуры и спорта. Когда учебный корпус откроет свои двери все-таки для спортсменов и откроет ли вообще? Смотрим сюжет. Кадры задержания высокопоставленных чиновников в мае прошлого года шокировали общественность. Тогда сотрудники антикоррупционной службы задержали бывшего и действующего заместителя главы комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Их обвинили в многомиллионном хищении бюджетных средств при строительстве учебного корпуса на 300 мест для школы-интерната колледжа Олимпийского резерва. Приговор обвиняемым был вынесен ровно месяц назад. За получение взятки Асхату Хосчанову, экс-заму председателя комитета по делам спорта и физкультуры, дали пять лет лишения свободы. Ерланову Спанова, экс-про-ректора Международного университета туризма и гостеприимства, когда-то и зама Хосчанова, приговорили на три года лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Также семь лет лишения свободы дали Дамиру Баймадиеву, бывшему эксперту комитета казначейства Министерства финансов. События же происходили в 2018 году. Асхат Хосчанов тогда руководил управлением развития инфраструктуры спорткомитета, а Ирлан Успанов был его замом. Доверили строительство Алматинскому ТО «Ель Констракшн-2050». Как оказалось позже, фактическим главой данного ТО был Дамир Баймадиев. Чтобы по актам выполненных работ все было отлично, Баймадиев подарил экс-главе управления Хосчанову автомобиль Toyota Camry. А его заместитель Ирлан Успанов вместо своевременного освоения бюджетных средств подписывал акты выполненных работ, зная, что фактические объемы разнятся с заявленными в договоре. Вот таким образом и выплатили подрядчику деньги в размере свыше 354 миллионов тенге, которыми Баймадиев распорядился по своему усмотрению. В итоге учебный корпус для будущих чемпионов превратился в долгострой. Как нам объяснили, что пройдет суд, потом будет еще раз, когда будет установлена вина всех подсудимых, доказано, когда они будут осуждены, потом будет еще раз проведена опись, сколько необходимо средств будет для завершения строительства учебного корпуса. Затем будет составлена смета, опять проведен тендер, определен дальнейший подрядчик, который будет уже заканчивать строительство. Когда это произойдет, к сожалению, я не знаю. Владимир Кнауп стоял у истоков образования Риддерской школы-интерната. Много лет ее руководил. За его плечами большое количество госнаград за воспитание чемпионов. По его словам, планы были отличные. Стройку начали в мае 2018-го, должны были открыть 1 сентября 2019-го. Большую помощь в начале строительства оказало руководство Национального олимпийского комитета. Выделили финансы и дали дельные советы. Однако новых спортивных залов, лабораторий и кабинетов дети так и не увидели. Да, конечно, неправильно. Потому что это специально, чтобы учились там. А где мы сейчас учимся, там бы построили бы еще комнаты. Было бы еще больше места для учеников, кто там живет. И вот у нас нету комнат. Пока сноубордист Владислав Зуев довольствуется условиями подготовки, какими есть, двери школы-интерната колледжа для нашей съемочной группы оказались закрытыми. Без разрешения руководства на объект не запустили. Как оказалось позже, глава учреждения был на выезде по служебной необходимости. На балансе данное здание у нас не числится. На наше республиканское убеждение, школы-интернатные колледжа Олимпийского резерва, данное здание у нас не числится. Более-то, и комментарии, как это проходит, на какой стадии, что, я не могу знать. Между тем, как заявили нам сегодня в Управлении развития инфраструктуры спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Минкультспорта, строительство в настоящее время приостановлено из-за судебных процессов. Возобновится все после завершения судебных процессов. Новый учебный корпус был рассчитан на 300 мест. Тем временем, экс-глава школы-интернаты отмечает необходимость разделения Министерства культуры и спорта на два самостоятельных ведомства. Мы в 17 человек работали в агентстве спорта и туризма. Мы проводили и Кубки мира в Казахстане, первый Кубок мира по боксу в 2002 году, я считаю, великолепно пройденный. Турнирка-теория Хаджимукана Манатпасова по вольной борьбе и по классической, когда мы в Султане проводили впервые в истории Казахстана. Чемпионат Азии по гонболу, вот таким количеством. Здесь, к сожалению, не количество играет роль, а качество. А сейчас раздули, но там 170 человек работают в министерстве, в комитете. А специалисты там раз-два, и обчелся специалистов уровня хорошего. Там мало, а тут сталинская кадра решает все, никто не отменял. Отметим, что специализированная школа-интернат-колледж Олимпийского резерва в Риттере является единственной школой, которая готовит резерв для национальных сборных команд по зимним видам спорта. Это лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, прыжки с трамплина на лыжах, фристайл и сноуборд. Конечно, надо строить, но это уже есть интернат, это колледж и все. Там должны именно учиться ребята талантливые. И эта школа, она, конечно, нужна, потому что они в спальном корпусе живут и учатся, и все это. И тренажер там приспособлен в библиотеке. Новый учебный корпус оказал бы существенное влияние на подготовку будущих олимпийских чемпионов. В Национальном олимпийском комитете отмечают необходимость скорейшего завершения строительства и создания необходимых условий для одаренных и перспективных спортсменов. Но возобновится ли стройка, покажет время. Жалкасов Сгамбаев, Дмитрий Крюкович, Жамбулат Саньяс, Арнат Дуйсен, Атамикен Бизнес, Главные новости.